Итак, всем добрый день. Меня зовут Вячеслав Уточкин, я директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенции бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУШИ. И мы с вами сегодня собрались на онлайн-конференцию, которую мы как раз проводим в рамках наших образовательных программ по игровой индустрии. Причем мы первый раз проводим конференцию непосредственно не в целом там по какой-то сфере разработки игр, а конкретно по отдельной нише игровой, по нише гиперказуальных игр. И, собственно, я вижу, что вы нас тоже видите. Всем привет. Давай можно в чатике сказать привет. Мы будем рады это услышать. Доброе утро, привет. Сейчас будем с вами знакомиться. Ну, давайте начнем знакомиться с того, что я сам представился. Я буду ведущим сегодняшней конференции. Где мы с вами сегодня собрались? Сегодня мы с вами собрались, ну, не физически, но виртуально мы с вами в Вышке. Мы с вами в Вышшей школе бизнеса, подразделение, которое занимается образованием в сфере игровой индустрии. И собрались мы с вами на конференцию, которая проводится в преддверии запуска нашего нового дистанционного образовательного курса «Основы разработки гиперказуальных игр». На трансляции, прямо на экране вы видите адрес сайта hypercasual.hste.ru. Это адрес сайта программы, на которую можно записаться и пойти учиться. Она начнется уже на следующей неделе, в пятницу. Вот у нас как раз с вами есть, ну, после сегодняшней конференции, у нас с вами есть 4 дня до четверга для того, чтобы на нее записаться. Это сделать несложно, надо подать заявку на сайте, и вам придет инструкция по оформлению. Это программа повышения квалификации Вышшей школы экономики. Мы вас оформим по договору Вышшей школы экономики, и по итогам вы получите свидетельство о повышении квалификации. Ну и, собственно, на программе вы сможете, если вы только начинаете делать игры, как раз узнать о том, как это делать, научиться. Если уже делаете гиперкузуальные игры, то систематизировать свои знания и повысить шансы на успех своих игр. Познакомились. Давайте теперь знакомиться с Константином Сахновым. Костя, ну, с Костей вместе мы все делаем, все наши образовательные программы. И, собственно, Костя сегодня будет у нас первым спикером и расскажет про рабочие деньги, разработчики гиперкузуальных игр. Что интересно будет очень послушать. Давайте вначале просто познакомимся, Костя. Расскажи про себя, про нас, про наше обучение. Спасибо вам большое, Вячеславу, за представление. Мы с ним уже работаем бесконечное количество лет. Мы начинали еще в качестве продюсеров. И вот сейчас работаем над образованием, что, конечно, безумно приятно. Приятно, потому что это социально значимый проект. Вот, вы знаете, бывает, что ты делаешь что-то приятное, прикольное, что полезно людям, и при этом оно еще позволяет тебе жить на это. Это, по-моему, мега здорово. Всегда хочется стремиться к тому, чтобы делать что-то полезное. Собственно, вот последние 14 лет, в мае будет 15, как работаю в геймдеве. И из них 9 лет преподаю. И из них 9 лет преподаю. Ой, это, да. Все нормально, продолжаем. Отлично. Вот, собственно, после нашего короткого знакомства, после того, как Вячеслав скажет вступительное слово, расскажу вам продолжение доклада, который у нас был немножко раньше. Рабочий день геймдизайнера. У нас теперь некая серия. Сегодня рабочий день гиперказуального разработчика. Поможет мне в этом замечательная книга. Вот видите, я вот с книгами. Сегодня у меня Никола Маккиавелли на поездке. В следующий раз будет Томас Гоббс, а потом Стивен Пинкер. Так что одна из интересных задач геймдизайнеров – это еще читать книжки. Вот, я представился. Возвращаю слово Вячеславу. Спасибо. Параллельно мы с вами собрались. Мы с вами сегодня собрались на платформе Венхаб. Огромное спасибо нашим друзьям и партнерам с Венхаб, что предоставляет возможность проводить на такой офигительно удобной платформе для проведения мероприятий, где создается эффект виртуального присутствия и общения, что можно и в чатике поговорить в разных потоках, и посмотреть всех участников, кинуть им запрос на общение, и шоу-кейс посмотреть. Это очень здорово. Те, кто сейчас нас смотрит на платформе, как раз вы можете и на шоу-кейс зайти, и вакансии посмотреть, и в чатике пообщаться и здесь, и в чатике про жарки, и переключаться между лекциями. Это очень здорово. Спасибо вам большое, Венхаб, за такую вещь. И дальше, а те, кто в офлайн будут, те, кто будут смотреть потом, неделю, месяц, может быть, кто-то будет нас смотреть кость год спустя, те смогут посмотреть в записи на YouTube. И все полезные ссылки, о которых сегодня будем говорить, они тоже есть в записи на YouTube. Также у нас в параллельном потоке сегодня проходит прожарка. Большое спасибо нашим спонсорам, компании «Завод Геймс», участники прожарки, потом тоже можно будет посмотреть, победители получат телефон от наших друзей «Завод Геймс», Samsung Galaxy, для того, чтобы как раз на нем свои гиперкузуальные игры, очередной девайс для тестирования мобилочек. Еще раз напоминаю, что проводим наше сегодняшнее мероприятие в рамках нашей новой образовательной программы «Основы разработки гиперкузуальных игр». Ссылка на эту программу у вас на экране hypercasual.hste.ru Это будет 2 месяца в дистанционном режиме, то есть при записанном видео вы в любой момент можете учиться, когда вам удобно, но при этом всегда можно задать вопрос на возникающие преподавателям и прямо в процессе обучения узнать, как делать гиперкузуальные игры, прямо в процессе обучения сделать свою первую гиперкузуальную игру и, собственно, даже запустить и потестировать ее в игровом магазине. А сегодня мы как раз расскажем базовую основу. Там 2 месяца обучения, сегодня 4 часа. Такая вводная. Ну что ж, и на этом, я думаю, вступительную часть можно заканчивать. Сейчас посмотрю, нет ли никаких вопросиков у нас в чатах. Вопросов пока нету, поэтому, Константин, прошу, давай приступать к первой лекции, которая у нас уже, ну вот, на прошлой конференции с Константином сделали интересную лекцию, когда, можно сказать, в таком, как это, путь героя, да, там, рабочий день, ГК-разработчик, лекции истории. Вот. И такие вот лекции истории мы будем с Константином каждый раз на каждой новой конференции будем рассказывать историю нового сотрудника игровой компании. Ну что ж, Кость, давай начинать. Спасибо тебе большое. Спасибо, Слава. Действительно, именно Вячеславу принадлежит эта идея, сделать лекции в таком оригинальном прикольном формате. Что ж, давайте потихоньку начинать. И я выключу видео на всякий случай, чтобы качество звука было лучше, потому что все равно мы смотрим презентажечку. Итак, поехали. Представьте себе, что вы замечательный, молодой, начинающий сотрудник игровой компании. Когда-то вы устраивались туда геймдизайнером, но сейчас вы начинаете вместо Медкора разрабатывать гиперказуальные игры. Именно потому, что эти игры становятся безумно популярны. 2019 год стал годом роста, годом триумфа гиперказуального рынка, который вывел его на оборот более трех миллиардов долларов в год. 2020-й сделал этот рынок неким красным океаном, когда огромное количество крутых, огромных издателей, таких как Ubisoft, конкретно Ketchup-компания, которая входит сейчас в его состав, Top Nation, Rolic Games, Voodoo и другие замечательные издатели сотнями публикуют, а то и тысячами, наверное, прекрасные гиперказуальные игры. И не очень прекрасные тоже. Так вот, нам же очень хочется присоединиться к этому рынку. Нам очень хочется тоже попробовать заработать много денег. А еще мы слышали, что гиперказуал – одна из последних областей, где можно креативить все, что угодно, потому что везде, практически везде гораздо важнее реализация, чем идея. Ну, представьте себе, вы начинаете делать замечательную игрушку, мидкорную, и в этой игрушке разработка будет занимать у вас год, полтора года, два. Это будет стоить вам несколько миллионов долларов, и, конечно, идеи, которые у вас есть, трудно там будет реализовать, потому что стоимость разработки настолько велика, что не хочется рисковать. А вот гиперказуалки, которые делаются меньше, чем за месяц, давайте придумаем все, что угодно, проверим, пойдет, не пойдет. Что же нам сегодня поможет? По нашим замечательным традициям, в прошлый раз нам помогала игра Endless Space, сегодня нам помогает World of Warcraft. Как вы знаете, в конце прошлого года вышло дополнение Shadowlands, и я просто не смог пройти. Я выбирал, очевидно, между Киберпанком и World of Warcraft. И так как мое сердце лежит ближе к нему, то выбрал именно его. Представляя себе триумф и величие гиперказуального рынка, мы, как молодые разработчики, заходим сюда, ну или конкретно один молодой разработчик, о котором сегодня идет речь, представляет себя вот такой вот Сильваной, которая с огромным удовольствием создаст множество игр, заработает все деньги и просто порвет рынок на части. Однако он хорошо помнит, что гиперказуальные игроки сильно отличаются от хардкорных или мидкорных, тех, что играют в тот же самый World of Warcraft. Гиперказуальщики даже зачастую, обычно даже, не называют себя игроками. Вот, скажем, у меня есть много знакомых, которые играют в гиперкэш и вообще не понимают, что они играют в игры. Да не, какие же это игры? Это вы там у себя на консолях в стрелялке играете. А мы так, время немножко убиваем. И это действительно так. Гиперказуальные игроки, вот они перед нами. Все мы. И те, кто любят хардкорные игры, могут себе иногда позволить гиперказуал. И те люди, которые вообще никогда не играли ни в какие игры, и для них все это чуждо, они тоже являются игроками гиперказуала. То есть это максимально широкая аудитория. Что же у нас происходит? Давайте познакомимся с нашим шефом. Наш босс, его зовут Борис. Борис – это мощный гиперказуальный продюсер, который выпустил уже не одну сотню игрушек. И Борис нуждается в опытных разработчиках, геймдизайнерах, программистах и художниках гиперказуала. Именно поэтому нас перевели на разработку гиперказуальных игр с батлеров, которые мы делали до этого. Я не знаю, по каким объявлениям Борис понабрал нас всех на работу, но будем считать, что нам оказано высокое честь и доверие. Что же происходит? Борис говорит, что у нас срочная встреча. Некогда объяснять, пора действовать и бежать. Бежим же на эту встречу. О нет, кажется, это наш инвестор. К такому повороту я был не готов. Инвестор Арсен спрашивает у нас, что происходит в компании. Кажется, Борис скинул на нас свою работу и вместо продюсера с инвестором будем общаться мы, геймдизайнер. Да, кажется, это что-то совсем не то, что мы хотели. Нам нужно произвести на инвестора хорошее впечатление. Борис чувствует себя слегка скованным, поэтому инициативу берем мы. Арсен спрашивает, что же такое гиперказуальные игры? Как их правильно объяснить, выделить, дать понять, чем они отличаются от всех остальных? Ну, во-первых, гиперказуал – это, конечно, сегмент аудитории. Как я уже до этого сказал, пользователи гиперказуальных игр – это все люди. Любой маркетолог сейчас возразит и скажет, нет, что вы, дайте мне конкретную целевую аудиторию, я же делаю игры, как же я закуплю туда трафик? И только маркетолог или закупщик трафика в гиперказуальных играх скажет, да, действительно, один из элементов, который отличает этот сегмент от всех остальных, это максимально широкая аудитория. То есть вам не нужно таргетиться на мужчин с 18 до 35, живущих в Северной Америке и так далее. Гиперказуал – это игры для всех, так как бизнес-модель этих игр это доход с рекламы. Это второй пункт. Гиперказуал отличается от большинства других сегментов игрового рынка, конкретно казуала, мидкора и хардкора, тем, что зарабатывает не с платежей, не с микротранзакций, не с подписки и не с покупки копии игры, а с показа рекламы. Это нечто достаточно уникальное для всех остальных сегментов, в которых показ рекламы является чем-то дополнительным и довольно редким. Гиперказуал говорит, что 95-98% всей выручки приходят именно с рекламы. И, наконец-то, все это заставляет нас задуматься. Ага, раз эти игры часто проваливаются, потому что трудно угадать, трудно сделать геймдизайн, который всем понравится, совершенно непонятно как, и мы просто запускаем эти игры на рынок, тестируем их, смотрим, идет, не идет, смотрим их метрики. Как же быть? Наверное, все это предопределит наш подход к разработке. Гиперказуал – это игры, которые делаются быстро, просто, с минимальными затратами. Именно потому, что стоимость их трафика гораздо ниже, и вероятность их провала гораздо выше. Зачем нам пытаться делать игры годами, если через пару недель после начала закупки мы узнаем, что эта игра провалилась, и она никому не нужна. Отсюда требования к графике, требования к техническому воплощению, к коду игры и, естественно, геймдизайну. Поэтому гиперказуальные игры делаются быстро. Это некий конвейер. Вообще, для игровой индустрии конвейер всегда считался чем-то негативным и не совсем приемлемым. А сегмент гиперказуала сказал нам, что нет, вот здесь, к сожалению или к счастью, я не знаю, каждому решать самому, работает только такая модель. Что ж, мне кажется, мы достаточно хорошо и подробно рассказали нашему уважаемому инвестору Арсену, что же такое гиперказуальные игры. И он хорошо понял, что это определенная аудитория, что это бизнес-модель по монетизации и продвижению игры, и это подход к разработке, который предполагает крайне быстрое создание новых продуктов. Но Арсен на этом не успокоится. Он говорит, так вот посмотрите ж, киберпанк и ведьмак заработал какие большие деньги. Может, нафиг весь этот гиперказуал? Вот вы же вроде говорите, что вы умеете делать игры за пару месяцев. Так давайте вот вы мне за пару месяцев лучше ведьмака сделаете. Он же больше заработает. Ох, тут нам приходится очень долго и упорно объяснять нашему инвестору, что ведьмак, к сожалению, не делается за пару месяцев. Чтобы создать ведьмака, нам необходимо потратить три года, я бы даже сказал, пять лет, если это не учесть еще времени на продвижение и на маркетинг этого ведьмака. Нам потребуется потратить не одну сотню миллионов долларов на то, чтобы создать такие вот киберпанки. И, в принципе, эти игры могут поставить под удар все функционирование компании, она может не выжить. Посмотрите на CD Projekt Red, у которого были очень большие трудности после запуска первых ведьмаков. Тем не менее, это игры, которые очень нравятся игрокам, те, которые воспринимаются потрясающе и вдохновляют многих из нас. Поэтому наш ответ инвестору Арсену, что да, мы готовы, мы с огромным удовольствием поработаем над ведьмаком, мы очень и очень этого хотим. Но нам нужно не два ГК-разработчика по 40 тысяч рублей, нам нужно 200 разработчиков и пять лет работы. Кажется, Арсену не нравится такая идея. Он просит подробностей. Расскажите, как все это работает. И мы рассказываем, что процесс создания каждой игры предполагает себе последовательность шагов. Чаще всего начинаются выборы платформы. это наиболее логичное решение. Когда мы говорим, мы хотим делать новую игру, первым делом мы должны сказать, а для кого эта игра? Для пользователей PC, мобиллок, консольный или сегмент, скажем, браузерно-социальный. Браузерные социальные игры каждый год теряют свою аудиторию, потому что мобильный рынок практически поглотил этот сегмент. Тем не менее, где-то 3,8 миллиарда долларов там все еще есть. PC-игры и консольные часто пересекаются по аудитории между собой, и там каждый составляет примерно по 20-30 процентов игрового рынка. И, наконец-то, мобайл, мобильные игры это абсолютный лидер, который и занимает наибольший сегмент в мире и растет быстрее всего. Особенно в азиатском регионе, в Китае и ближайших странах. Допустим, мы выбрали платформу. Дальше вы выбираете сегмент аудитории на этой платформе. Если мы говорим про мобилки, тут есть наш любимый гиперкеш. На других платформах его себе представить достаточно трудно, но, помимо него, есть еще и казуальные игры. Скажем, в мобилках это три в ряд, найди предмет и фермы, и все, что с этим связано. Есть мидкорные игры, стратегии, батлеры, РПГ и все, что с этим связано. Есть хардкор. Бывает инди-хардкор, лютый, беспощадный и иногда даже зарабатывающий, а бывает классический хардкор, корпоративный. И это в первую очередь, конечно, PC-хардкорные проекты от крупных игровых издателей, от электроников, Ubisoft и так далее. Я, к примеру, обожаю серию игр Dead Space. Вот вполне себе, чем мне PC-хардкор. Допустим, вы определились с сегментом. Дальше идет жанр. Про жанры мы два слова уже сказали. Фактически жанр в современном мире это набор игровых механик. Трудно сформулировать жанр как нечто постоянное, консистентное. Это плавающая величина. И если вы говорите слово батлер, то единственное, что объединяет всех батлеры, это механика коллекционирования героев, карточек или других сущностей. А вот как они взаимодействуют, в каком сеттинге, какой боевкой, какие прокачки, в каждой игре это все будет по-разному. Выбрав свой набор механик, обычно мы переходим к сеттингу и арт-стилю. Они идут более-менее параллельно, хотя на картинке я изобразил, что арт-стиль идет сначала. На самом деле их выбор может быть в любом порядке. Арт-стиль. 2D, 3D, стилизация, гиперстилизация, пиксельная графика, реализм, фотореализм и так далее. Сеттинг космический, фэнтезийный, сеттинг пиратов, зомби, пиратов против зомби. Придумывайте что угодно. Лютый креатив нам всем в помощь. На самом деле сеттингом все тоже достаточно сложно и его влияние на выручку игры очень сильное. Вспомним те же самые баттлеры, о которых мы сказали. Известно, что на этом рынке мобильных баттлеров главный доминирующий сеттинг это фэнтези. Все остальные зарабатывают гораздо меньше. А вот если говорить про гиперказуал, то фэнтезийный сеттинг здесь вообще не заходит. А почему? А потому что массовая широкая аудитория. Это не те хардкорщики и даже не те мидкорщики, которые любят это фэнтези. Нет. Там люди любят реализм. Они любят то, что вокруг нас. То есть сеттинг гиперказуальных игр это все, что происходит вокруг нас. Мороженку наливаем, бургеры делаем, столы чиним. То есть самые простые примитивные действия в примитивном игровом сеттинге. Отсюда возникает простое сравнение. Мы применяем вот эту модель, этот процесс разработки на наш гиперкэш. Платформа у нас только мобайл. С сеттингом у нас никакого выбора нет. Это всегда реальный мир. Я думаю, что в будущем такой выбор появится. Появится, потому что уже сейчас мы видим, что гиперкэш разделился на ультра-кэжуал, на хайбрид-кэжуал и вот те самые гибрид-казуал, игры, которые пытаются мимикрировать под казуальные мидкорные. В них в будущем вполне себе будет применим и фэнтезийный сеттинг, и какие-то более экзотические. Но это мы с вами увидим еще только через год, может и даже чуть больше. Соответственно, механика это ключевой элемент, который мы сейчас выбираем в гиперказуале. Здесь весь наш креатив, вся наша безудержная фантазия, все наши исследования в гиперказуале все очень и очень сильно зависит от того, какой у вас core gameplay. То есть, это вот самая базовая, самая интересная механика. Да, наверное, можно сказать, что в плане арт-стиля гиперкэш должен быть максимально простым и лаконичным. Все вот эти фотореалистичные картинки, к сожалению, не заходят. Можно сказать про некое доминирование 3D. Здесь я был бы осторожен. 2D гиперказуальные игры также имеют место быть, они также зарабатывают, вполне успешны, но чтобы сделать удачную, коммерчески успешную 2D гиперкэш-игру, вам придется потратить гораздо больше усилий. И многие механики в 2D нереализуемые. Они играют именно с трехмерным окружением мира. Поэтому сейчас можно говорить о том, что трехмерные гиперказуальные игрушки имеют определенно больший вес и большую прибыльность на нашем рынке. Ой, сколько мы всего объяснили нашему инвестору Арсену про процесс разработки. А это же мы еще не коснулись этапов механик, прототипирования, закупки трафика на гиперкэш и всего остального, чем, к слову, учат на нашем замечательном курсе, который мы скоро запускаем. Это спонсорская вставочка. Курс по созданию гиперказуальных игр от Высшей школы экономики, где все вот эти вещи мой коллега Тимур Таепов будет вам рассказывать. Кстати, он выступает сегодня после меня. Ой, Арсен говорит, ладно, ладно, все, делай свой гиперкэш. Нет у меня ни пяти лет, ни 200 человек в команде, пока я еще Арсен собирается открыть свою четвертую шаурмячную, поэтому вполне возможно, что у нас все-таки будет шанс на то, чтобы получить от инвестора деньги на разработку более серьезных игр. Арсен отпускает вас, позволяя вернуться к работе, и в целом удовлетворенный продолжает финансировать ваши проекты. Но тут появляется продюсер Борис. Кажется, Бориса немножко пригорает. Борис говорит, что у вас в команде появился новый гиперказуальный программист Тимур, и он совершенно не понимает, что же нужно делать в этих гиперказуалках. Всю жизнь он занимался разработкой PC-продуктов. Некоторое время он поработал над мидкорными, хардкорными мобильными играми. Кто-то ему сказал, кажется, это был наш проект-менеджер Егор, что нужно интегрировать рекламные СДК. Мы же знаем, что гиперказуальные игры в основном зарабатывают на рекламе. И Тимур очень хочет понять, а что же конкретно интегрировать, какие виды рекламы показывать, как вообще все это работает, как гиперказуал зарабатывает свои деньги. Ну что ж, мы как опытный геймдизайнер, который уже поработал некоторое время над гиперказуалом, с удовольствием рассказываем программисту Тимуру о том, что же ему нужно сделать. Мы показываем ему картинку из Google AdMob. В этой картиночке лаконично показаны все виды рекламы, используемые в гиперкаже. Первое – это баннер, или иногда говорят андеграунд баннер, потому что это плашка, которая чаще всего показывается внизу экрана, просто под основным геймплеем. Вы всегда видите узкую полосочку с рекламой. Есть такой параметр, как CPM, Cost Per Millenium. Стоимость тысячи показов рекламного трафика. Соответственно, именно так считается ваша прибыль. Баннеры имеют наименьший CPM, то есть приносят вам меньше всего денег, потому что это просто полосочка, по которой нечасто кликают, которые иногда не замечают, глаз замыливается. Тем не менее, она нужна, она тоже приносит деньги. Гиперказуальные игры устроены так, что они поделены чаще всего на некие уровни, на некие очень короткие сессии, для того, чтобы у человека была возможность поиграть и выключить голову. И между этими сессиями очень удобно вставлять межстраничные объявления. Это короткие пятисекундные видео, либо рекламные баннеры на весь экран. Их называют Interstitial. помимо них есть еще Rewarded Video. Это, наверное, как любят говорить, самый жирный, самый вкусный кусок рекламного трафика. Если игрок готов сам смотреть рекламу, то, нажимая кнопочку «Смотреть», он отправляется в рекламное видео на 30 секунд. И чем дольше он смотрит это видео, мы надеемся, что все 30 секунд, тем большую выручку получим мы, разработчики. Соответственно, название Rewarded здесь оттуда, что нам необходимо как-то наградить человека, стимулировать его к просмотру таких видео. Ну, представьте себе, бедный несчастный игрок 30 секунд подряд смотрит наши рекламки. Конечно же, мы должны наградить его внутриигровой валютой, анлоком каких-то активностей или другими достижениями за то, что он принес нам эти замечательные денежки. Поэтому Rewarded видео активно используется как в метагейме, то есть в том месте, которое окружает наш основной игровой процесс, так и для повышения выручки, награды после прохождения уровней. Предположим, вы играете в гиперказуальные гонки, вы пробежали один уровень за секунд 20-30, заработали на этом 10 монеток, и тут игра вам говорит, игрок, а ну-ка давай я тебе дам в три раза больше награды. И вы такие, да, я хочу в три раза больше награды, что же мне нужно сделать? Посмотри это замечательное видео. И многие игроки его действительно смотрят. Это совершенно так, нет такого, что все, ой, да ну, я не буду посмотреть рекламу. Игроки гиперкэжа хорошо приучены смотреть рекламные ролики, они хорошо к этому относятся, и в принципе, боже, храни королеву, к счастью, именно на этом мы зарабатываем. Ну, и наконец-то последний, достаточно редко используемый по сравнению с предыдущими тремя вид рекламы, native, нативная реклама, это когда у вас просто есть рекламный блок, который вы можете интегрировать куда хотите. Хотите, чтобы в вашей игре были билборды, на которых показана реклама, пожалуйста. Хотите, чтобы в тексте каких-то статей внутри игры или еще где-то появлялся рекламный фрагмент любого размера, пожалуйста, делайте как угодно. Нативная реклама поможет вам использовать все преимущества различных рекламных сеток. Ну, в первую очередь, конечно, я говорю про сеточку AdMob, из которой мы все видим картинку, но помимо нее существует еще множество-множество других, Unity Ads и так далее, и все они имеют право на жизнь. Мы очень подробно рассказали Тимуру о том, что ему нужно делать и как все это интегрировать. Но проект-менеджер Егор, который дал Тимуру это задание, снова возвращается к нам и говорит, о боже, наш геймдизайнер Володя факапит, скорее помоги ему разобраться в гиперказуале. Володя – это геймдизайнер, который собеседовал и брал нас на работу. Он опытный разработчик стратегии и мидкорных игр, но, к сожалению, Володе очень тяжело дается понимание циклов и логики гиперказуала. Ну, совершенно непонятно, что же там понапридумывали все эти гиперказуальные геймдизайнеры. Настало время отдать ему дань и помочь разобраться с тем, как работают игровые циклы Core Gameplay и Metagame в гиперказуальных играх. Боже, храни Володю. Итак, Володя смотрит на все это и говорит, ну, допустим, я знаю, что такое Core Gameplay. Core Gameplay это основное повторяемое из уровня в уровень действия. Это некий самый короткий цикл. Это может быть та самая разливочка мороженого, обточка дерева, как в известной игре Woodturning от Voodoo, когда вы просто обтачиваете деревянную болванку. Это может быть какой-то уровень в платформере, если ваша игра на него похожа. это может быть что угодно одно зацикленное повторяющееся действие, которое составляет основу любого гиперказуального уровня. Вокруг него может быть метагейм, а может и не быть. Это как раз особенность гиперказуальных игр. Во всех продуктах, кроме гиперкэжа, всегда есть метагейм. Без него трудно представить себе игру, без него существует достаточно узкое количество игр. Что такое метагейм? Ну, грубо говоря, это все остальное, кроме кора. Метагейм может включать в себя прокачку, различные дополнительные фичи, механики, квесты, сюжет, все что угодно. И гиперкэш говорит, а давайте вот без этого всего, давайте я просто буду кликать одну кнопочку и наслаждаться. Концентрированная радость. Тогда такие игры мы называем ультра-кэжуал. игры, в которых практически нет ничего похожего на метагейм, только базовый игровой процесс. Но есть классический гиперкэзуал, который уже сейчас, можно сказать, стал классическим, в котором есть метагейм, потому что буквально полтора-два года назад именно этот ультра-кэжуал и был мейнстримом, и никто не выделял такой термин, и просто говорили гиперкэзуал. В гиперкэзуалках не было метагейма. Сейчас он появился. Что интересного можно на эту тему сказать? Я никуда не пропал из эфира? Нет, тебя прекрасно слышно. Отлично, потому что у меня почему-то исчез баннер с спикерами, я перестал видеть славу. Все, 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 я понял. И смотри, там сразу в чатике есть вопрос, длина интерститial регулируется разработчиком или провайдером рекламы. Обычно это все регулируется провайдером рекламы, сеткой. Интерститial видео базово занимают 5 секунд, либо они могут быть любой длины, но через 5 секунд их может игрок пропустить. То есть это вот некий такой стандарт. Если вы хотите самостоятельно все абсолютно зарегулировать, тогда для вас есть прекрасная фича, это нейтив интеграция рекламы, где вы можете любые параметры обыграть. Спасибо за вопрос, я продолжаю. Мы с вами поняли, что во всех играх существует core gameplay и metagame. Вместе их можно объединить в игровой цикл, когда игроку необходимо делать что-то, или набор игровых циклов, и это что-то продвигает его по игре. Бывают некий базовый игровой цикл, который включает в себя только core gameplay, бывают более широкие циклы, которые включают в себя взаимодействие геймплея с метой. И Володя говорит, что, что, я же и так это знаю, я же сам тебя всему этому учил, я же тут геймдизайнер, я же понимаю, что такое игровые циклы. Ты мне расскажи, все, вот давай, на примере гиперказуала, конкретно, как оно в гиперкэже работает. И мы объясняем Володе, смотри, вот он наш core gameplay, а вот он метагейм. Они должны быть как-то связаны. Игроку должно быть четко сказано, зачем ему всем этим заниматься. Ну, допустим, core gameplay, он играет потому, что ему интересно. Ну, вот нравится ему собирать бургеры, что тут поделаешь. Нравится ему делать букеты, либо разбивать свиней копилок. Процесс залипательный. Зачем же ему мета? Тут нужно ответить сначала на вопрос, а зачем нам мета? Зачем мы вообще все это добавляем в игру, если игроку и так все нравится? А ответ на этот вопрос очень простой. Метагейм позволяет нам давать игроку возможность смотреть ревардет видео. А как мы знаем, оно имеет наибольший CPM. То есть, цель добавления метагейма в гиперказуальные игры, это расширение нашей выручки за счет того, что игроки чаще будут смотреть рекламу, которую запрашивают сами по своему собственному желанию. К примеру, они хотят получить награду и поэтому просят нас показать им эту прекрасную рекламу. Что же нам делать? Нам нужно связать кор и мету. Допустим, в кор геймплее вы зарабатываете некую валюту. Волшебные камушки грязи. И эти камушки потребляются в метагейме, которые позволяют вам модифицировать кор геймплей, улучшая его, изменяя его, добавляя новые скины и визуалку. Ну, конечно, скины – это самое базовое, что только можно придумать. Предположим, вы играете за прыгающий кубик, в метагейме вы заработали новый скин, теперь вы играете за прыгающий шарик. Замечательно. Можно сделать тут посерьезнее. В одной из наших игр, к примеру, реализовано изменение параметров машинки, которая едет по уровню, у нее может меняться тормозной путь, время ускорения, появляться всякие нитро, щит иммунитета и что угодно. Это все обеспечивает метагейм. Володя говорит, ну, окей, допустим, приблизительно я понимаю, как все это устроено. Можно поконкретнее? Пожалуйста. Вот пример игрового цикла любой гиперказуальной игры. Так устроен ее кор. Где-то слева вы видите за двойной чертой мету. Что там в мете мы пока не знаем, мы туда еще посмотрим. есть базовая фишка, фича, которая называется уровни. Мы проходим уровни один за другим. Внутри каждого уровня внизу игрок видит андеграунд баннер. Это вот внизу видите зелененькое. Просто по факту того, что он там находится, мы получаем денежку. Игрок может не обращать на него внимания, нам это не сильно важно. Когда уровень закончился, стрелочка идет к оранжевому блоку интерстичial после окончания уровня реклама позволяет нам получить денежку. Из интерстичиала стрелочка идет в rewarded. То есть посмотрел рекламу за уровень, получил 10 монет за его прохождение, хочешь получить 30, нажми посмотреть еще раз rewarded. Логика в принципе простая и понятная, но здесь есть некоторые особенности. Ключевая из них это то, сколько показывать эту рекламу. Вот представьте себе, ваш уровень, ваш геймплей длится 5 секунд. И еще 30 секунд вы смотрите рекламу. Вот вы готовы в такое играть? Если да, замечательно. Вы мой любимый игрок, играйте во все наши гиперказалки. Если же нет, то нужно внимательно моделировать соотношение времени, которое игрок тратит на геймплей и которое он тратит на просмотр рекламы. Грубо говоря, считается, что до 50 на 50 все более-менее нормально. Естественно, чем больше времени игрок тратит на игру и чем меньше на рекламу, тем лучше для ретеншена. Но, опять-таки повторюсь, в некоторых пределах влияние просмотра рекламы на ретеншен практически минимальное. Можно даже сказать, что оно чуть ли не отсутствует. Но после какого-то конкретного предела, который может быть разным для разной игры, в связи с разным интересом игроков к геймплею этой игры, начинаются отвалы. То есть, если слишком много рекламы, игрок уходит. слишком малая рекламы, вы не способны окупить закупку трафика, и ваша игра никому не нужна, потому что все, конец, она экономически нецелесообразна, не работает. Поэтому один из элементов геймдизайна, настройки, тюнинга и баланса таких игр, это показывать рекламу ровно столько, чтобы окупаться, то есть, конечно, базово как можно больше, но при этом не так много, чтобы игроки уходили из вашей игры. Тоже, замечательно. Володя понял, как работают. Кость, а вот в чатике спрашивает Алексей, а есть ли гиперказуальные социальные казино, как они выглядят и в чем суть и отличие от обычных? Вот такой вот вопрос задают необычные. Ну, вообще, были попытки и не раз делать сушал-казино в гиперказуальном антураже, это действительно интересная идея. Я бы посоветовал посмотреть игру Coinmasters, она наиболее похожа на скрещивание гиперкэжа и социального казино. В некоторых странах ее даже запретили, слишком больно она залипательная и деньговысасывательная. Поэтому, да, гиперкэж, с его логикой в принципе может быть как-то адаптирован, связан с социальным казино с одной стороны. С другой стороны, сделать эту связь довольно тяжело, потому что, вот как я рассказываю на текущем слайдике, мы видим, что вся монетизация гиперказуала это показ рекламы. И непонятно, что делать? Заставлять человека вращать рулетку однорукого бандита, постоянно просматривая рекламу? Ну, возможно. Я бы сейчас сразу вспомнил бесконечное количество сайтов, на которых можно смотреть фильмы, и вам все время рекламируют ставки на спорт. Это будет что-то из этой же серии. То есть, сделать такое теоретически можно. Coin Nestor, вот как пример, который, ну, не совсем это социальное казино плюс гиперкэш, но это близко, близко к тому. социальное казино плюс кейжуал. Вот, но сделать это не всегда просто. Поэтому, если у вас получится, мы будем рады пригласить вас на нашу конференцию и выступить с этим прекрасным кейсом. Что может объединять общего эти два направления? Только одно. Любовь разработчиков к деньгам пользователей. И в социальное казино, и в гиперкэже, конечно же, важную роль играет то, сколько мы зарабатываем. А вот про зарабатываем, Константин, тоже есть вопрос из чата по поводу зарабатывания. Многие говорят, что в США крупную часть заработка составляют инапы. Так ли это? Можно ли уменьшить количество рекламы и полагаться в основном на инапы? В гиперкэже будет крайне тяжело. То есть, здесь, к сожалению, инапы не являются существенной долей выручки. Есть модель, когда вы говорите, давайте мы отключим всю рекламу за инап, есть какие-то дополнительные инапы по покупке валюты, но это скорее что-то, что приходит, что будет популярно в хайбрид кэжуал уже в этом году и скорее даже больше, может, в следующем году, но пока все-таки их выручка несравнима с рекламной. То есть, ну да, отключением рекламы вы добавите себе плюс там 3-5% денег в лучшем прям вот в идеальном случае. Какими-то дополнительными инапами тоже еще сколько-то. Но все-таки гиперкэш, он на то и гиперкэш, чтобы монетизировать аудиторию, которая не платит. А суперширокая аудитория, максимально широкая, она характеризуется тем, что она не платит, в отличие от более узкой аудитории. И в целом, чем аудитория хардкорнее, чем она более сегментирована и специфична, тем больше она готова платить. Чаще большие суммы либо более регулярно зависит от этой аудитории. Какая-то аудитория китовая, так называемая, платит большие суммы, хардкорная аудитория платит меньшие суммы, но более регулярно. И это как раз то, что пока не про гиперказуал. Ну вот, может быть, этот хайбрид как раз нас туда сдвинет. Окей, я предлагаю еще оставшиеся вопросы чуть позже. Да, давай. По основному материалу и у нас как раз останется немножко времени. Соответственно, вы видите перед собой схему принципиальную метагейма, то есть, если до этого был кор, то метагейм выглядит немножко иначе. Что здесь главное? А главное здесь зеленый блок Rewarded Video. Вы можете придумывать любые активности. Ну, к примеру, здесь изображен игровой магазин, в котором можно что-то купить, апгрейды, которые дают вам новую мощь, визуал, все, что вы придумаете. Это хороший простор для творчества и фантазии. Но главное, вы должны помнить, что в этом метагейме, как и в любом другом элементе игры, внизу есть Underground Banner, и самое главное, раньше, что создается весь метагейм в гиперкэже, это Rewarded Video, то есть возможность пользователя нажать «Я хочу смотреть рекламу сам», без того, что вы меня заставили. Это мое личное желание тратить свое время на просмотр вашей рекламы. Дайте же мне уже скорее награду. И за это мы, собственно, зарабатываем, ради этого мы делаем метагейм. Наш уважаемый продюсер Борис, кажется, успокоился. Его огненное сердце немножко затухло, и он остыл. Борис очень рад, что теперь мы рассказали Володе, как делать гиперказуальный геймдизайн. Борис рад, что наш инвестор удовлетворился и продолжает с огромным удовольствием платить нам зарплату и давать денежки на разработку гиперказуальных игр. И он напоминает вам о том, что наши игроки это люди из максимально широкой аудитории. Они хотят фан, они хотят развлечений, чтобы наши игры были веселые, клевые, интересные. И они меняют эти игры одну на другую каждый месяц, а то и быстрее. Поэтому нам нужно делать больше и больше и больше гиперказуальных игр, потому что никто не знает, какая игра зайдет завтра. Может быть, то, что у нас провалилось и оказалось неуспешным еще вчера, через пару недель станет новым хитом. Поэтому мы все идем вперед к победам гиперказуала. Я надеюсь, что этот рынок, который оставляет простор для фантазии и творчества, с одной стороны, с другой стороны, кажется абсолютно жестоким, жестким и помешанным на деньгах и воронках и моделях, он все-таки найдет свою аудиторию разработчиков и, как мы видим, таких разработчиков с каждым годом становится все больше. Здесь люди могут реализовать некие свои идеи, свои фантазии. Но, к сожалению, здесь есть тоже и профессиональное выгорание, как и в работе над киберпанками. От этого никуда. Если там вы выгораете от слишком интенсивной напряженной работы, то в гиперкэже мы выгораем от того, что нам приходится часто делать много-много игр. И это тоже не так просто. Друзья, спасибо вам большое. Если вдруг вам понравился формат «Рабочий день разработчика гиперказуальных игр», посмотрите наше предыдущее видео, QR-код перед вами «Рабочий день геймдизайнера». Про то, как наш замечательный геймдизайнер только устраивался на работу в эту компанию.